В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. В прошлом году рязанские приставы взыскали более 2 миллиардов рублей. Участник преступной группировки «Слоны» покончил с собой. И рязанские полицейские вновь выявили в городе незаконную торговлю алкоголем. В 2015 году рязанские судебные приставы взыскали более 2 миллиардов рублей. Но итоговая коллегия ведомства отчиталась о работе в минувшем году и наметила планы на настоящие. Коллегия управления Федеральной службы судебных приставов состоялась в Доме общественных организаций. Мероприятие с самого начала приобрело торжественную атмосферу. Итоги прошлого года перед собравшимися озвучила руководитель управления Ольга Бажимова. По ее словам, проделанную работу можно смело назвать успешной. Всего мы сработали и пополнили федеральный бюджет, консолидированный бюджет почти на 707 миллионов рублей. Что касается взысканной суммы, это 2,2 миллиарда рублей. Это абсолютно такая большая сумма. Что касается налогов, то служба судебных приставов пополнила бюджет на 445 миллионов. Я думаю, что эта сумма большая. Что касается, если брать алименты, то мы взыскали порядка 108 миллионов рублей только в пользу расхода по алиментам. Работа приставов направлена на выполнение интересов граждан и государства в целом. В прошлом году по исполнительному производству было возбуждено 260 тысяч исполнительных документов. Эти показатели на 120 тысяч исполнительных документов больше, чем за 2014 год. Такой скачок, несомненно, связан с улучшением межведомственного взаимодействия. Это отметили и представители регионального правительства. Действуя сообща, последовательно и системно на основе принципов объективности в рамках правового поля, мы сможем успешно решить все стоящие перед нами задачи. Для этого необходимо в дальнейшем укреплять межведомственное взаимодействие, работать на благо интересов жителей Рязанской области. Лучшие и отличившиеся работники службы судебных приставов в ходе всего мероприятия получали различные подарки и благодарности. Были награждены представители средств массовой информации. Телекомпания «Город» тоже отличилась и получила благодарность за многочисленные репортажи, направленные на освещение деятельности службы судебных приставов. Праздничное настроение сохранялось в течение всей коллегии, ведь не за горами Международный женский день. Поэтому представительницы прекрасного пола без конца получали поздравления от выступавших. От депутатов областной думы и от всей Рязанской области огромное вам спасибо за ту работу, титаническую работу, которую вы исполняете. Спасибо вам. Ну и женщин, конечно, поздравляю с наступающим праздником. В завершении хочется добавить, что деятельность управления будет еще больше развиваться, выше нынешней планки. Работа, к тому же, станет более открытой для общества, ведь повышение открытости и информированности – это один из факторов, повышающих степень общественного доверия. В этом году отмечается 70-летие Нюрнбергского процесса. Для студентов в нашем городе проводят различные мероприятия, чтобы знали и помнили. Об итогах одного из таких конкурсов студенческих работ в следующем сюжете. Формат подведения итогов конкурса студенческих научных работ РГУ имени Сергея Есенина, который был приурочен к 70-летию Нюрнбергского трибунала и прошел в совсем необычном для вуза формате совместно с прокуратурой Рязанской области. Прошедший в 2015 году юбилейный год в истории России, год 70-летия победы над фашизмом и 70-летия Нюрнбергского процесса, фашистская Германия вела захватническую работительскую войну, поэтому ее главные руководители были преданы суду. О том, какую роль в истории сыграл Нюрнбергский процесс, студентам в очередной раз напомнил профессорский состав. Гостем мероприятия стал человек, которого можно называть легендой. Он в послевоенные годы занимался расследованием преступлений, которые совершались в самое тяжелое для страны время. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран прокуратуры Виталий Сергеевич Толстов в этом году, кстати, отметит свое 91-летие. Прослужил я в армии 33,5 года. И будучи после армии, будучи прокурорским работником, естественно, я дело имел, как правило, в борьбе за законность и порядок, и, естественно, за мои успехи в борьбе с преступниками, бандитами, меня тоже награждали. Мероприятие в очередной раз стало подтверждением. Позиция нашей страны на международной арене в ходе истории не меняется и остается гуманистической, несмотря ни на что. В эти дни в прессе активно обсуждают самоубийство одного из участников рязанской преступной группировки «Слонов». Арестованный после 20 лет розыска по делу рязанской банды, Владимир Воробей покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом нашей съемочной группе рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Плоткин. Именно он в 90-е годы занимался расследованием по делам преступной группировки. Со смертью Владимира Воробеев фактически закончилась эпопея, связанная с деятельностью одной из самых страшных банд из лихих 90-х. В 90-е годы банда Волговских из города Тольятти активно сотрудничала с рязанской группировкой «Слонов». Часто происходил обмен киллерами, денежными потоками и проводились совместные бандитские мероприятия. К примеру, был случай, когда 8 рязанских киллеров отправились в Тольятти, где для них организовали комфортные условия проживания. А они ездили по городу и отстреливали неугодных волговским коммерсантов. Гибли при этом и обычные люди. Их могли убрать по ошибке. Узнав об этой акции, мы в свое время расследовали этот факт в разрезе дела о банде «Слоновская группировка». Тогда я следственную группу это возглавлял. Но пока мы, к сожалению, выехали в Тольятти и стали выяснять, кто же этим всем там руководил. Мы вычислили этих людей. Но за это время, узнав, что возбуждено дело и ведется розыск всех участников этих бандитских акций, Владимир Пчелин и Владимир Воробей скрылись. Пчелина поймали в 2007 году. Однако перед отправкой для проведения следственных действий в Тольятти он повесился. Прошло, как мы видим, еще 8 лет. И уже практически через 20 лет розыска в Ленинградской области был задержан Владимир Воробей. Он уже был не Воробьем, а Гусевым. Уже, пожалуй, почти забыл обо всем, что происходило. В те годы ему уже было около 50 лет. Но, тем не менее, рука закона, как говорится, достает и спустя годы таких людей. Дело Волгинских опять возбудили. Владимир Воробей был последним, кого не привлекли к ответственности. Арестованный решил не дожидаться справедливого суда и повесился в тюремной больнице, как и его друг. Рязанские полицейские вновь выявили в городе два факта незаконной торговли спиртными напитками. Продажа проходила в нестационарных объектах, так называемых ларьках с печатной продукцией «Голдпресса». В предпраздничные дни, как правило, увеличивается количество нарушений в сфере алкогольного законодательства. Потому и сотрудники полиции усиливают контроль за его соблюдением именно в этот период. Очередной рейд, прошедший в нашем городе, помог выявить нарушителей, занимающихся реализацией спиртного без разрешительных документов. Нарушения зафиксированы по адресам улица Фирсова, дом 26, и улица Есенина, у дома 57. Полицейские изъяли из незаконного оборота 20 литров алкогольной продукции и возбудили два административных расследования по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил продажи тилового спирта и алкогольной спиртосодержащей продукции. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Рязани часть подобных торговых объектов демонтирована по решению городской администрации. Однако несколько торговых точек продолжает работу, но уже от имени другого юридического лица. Как выяснилось, предприниматели пошли на хитрость, заключили договоры от лица вновь созданных коммерческих организаций. Но перемена названия не повлияла на работу и в некоторых точках продолжалась подпольная торговля спиртным. Полицейские продолжают рейдовые мероприятия по выявлению подобных нарушений и просят рязанцев сообщить о таких фактах в полицию. Мало кто знает, что в самом сердце нашего города, практически на площади Ленина, располагается несколько малоквартирных жилых домов. В нашу редакцию обратилась жительница одного из них с просьбой рассказать рязанцам и градоуправленцам о том, в каких условиях ей приходится жить. Пять ступенек до квартиры. Особенность в том, что ступеньки ведут в подвал. Как известно, размещать жилые помещения в подвале в нашей стране запрещено. Марина Дорогова попала именно в ту ситуацию, которую принято называть абсурдной. Она живет в муниципальной квартире, расположенной на цокольном этаже. Считается это историческим памятником. В 20-е годы, в конце 20-х, здесь моя бабушка и дедушка получили жилье. Еще бы это было в советское время. Здесь родилась моя мама, здесь она и выросла. Потом здесь и появилась и я на свет. И вот я здесь проживаю довольно-таки уже многое время. Я хочу сказать, что в то время, которое нас называют советской властью, за этими квартирами действительно следили. Тут постоянно ремонтировали. И действительно каждые три года делали капитальный ремонт. Но в связи с новой властью это у нас все прекратилось. Приватизировать собственную квартиру Марина не может. Нельзя приватизировать подвальное помещение под жилье. Капремонт 300-летнего памятника архитектуры, в котором сегодня проживает 4 семьи, не проводили около 30 лет. Женщина собирала межведомственную комиссию, по решению которой выяснилось, что в таких вот нечеловеческих условиях жить можно вполне неплохо. Так что нечего тут усложнять. Комиссию создали очень оригинально. Секретарь комиссии Алиева Елена Валерьевна просто решила это дело взять на себе. Откровенно саботирую постановление правительства и жилищный кодекс Российской Федерации. Квартиру моя непригодной, как и положено по закону, признавать никто не собирался. Я так и поняла, это было понятно с самого начала. Комиссия вынесла решение сделать капитальный ремонт на том основании, что постановление 47-го не распространяется на мое жилье. Это является абсолютной ложью. Пункт 2-й там все четко прописано. У меня просто вопрос, почему выносят такие постановления и выносят люди, которые в глаза не видели моего жилья. Четыре года назад стена квартиры этажом выше рухнула. Период восстановления постройки был тяжелым и болезненным, но он уже позади. Плачевное состояние жилья можно наблюдать с любого ракурса. Обои не держатся на промерзших стенах. Грибок и плесень обосновались в каждом уголке квартиры. Напор воды больше напоминает слезы котенка. Проводка на ладан дышит. Крысы себя как дома чувствуют. От вечной влажности электроприборы давно вышли из строя. И ситуация продолжает усугубляться. Произошло обрушение жилой стены нашего дома. Стена была несущая. Моя квартира оказалась завалена обломками стены. И на протяжении очень долгого времени помощь мне никто вообще не оказал. Мне и потом даже помощь не оказали. Мне сказали, что это моя проблема должна разбираться сама. Хотя моя квартира оказалась под завалами. Потом более-менее постепенно обломки стали как-то уносить, разгребать. Но мне помощи так и не было оказано. Квартира полтора месяца находилась у меня практически в воде. Потому что лили дожди. А вверху, где произошло обрушение, у меня практически крыши не было. И вся вода, и весь дождь был в моей квартире. Я вообще рассчитываю проживать на таких условиях. Но это, я считаю, откровенное уничтожение жителей города. Многочисленные письма во всевозможные учреждения правоохранительной сферы пока остаются без ответа. Роспотребнадзор признал помещение непригодным для жизни. Но что он, этот Роспотреб целым городским чиновникам, решающим судьбы людей с щелчком пальцев. И лишь суд сможет поролить свет на темный подвальный коридор. Но откуда у пенсионерки деньги на судебные тяжбы и адвоката, когда за муниципальный подвал, в котором нельзя жить по закону, ей приходится платить по 4 тысячи рублей ежемесячно. Плата за коммунальные услуги, за проживание там, где жить нельзя. Замкнутый круг, не иначе. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей «Прогноз погоды». Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok